Решите треугольник по стороне и двум углам. В первом случае сторона А равна 10 см, угол бета 20 градусов, угол гамма 85 градусов. Во втором случае сторона Б равна 16 см, угол альфа 40 градусов, угол бета 110 градусов. В первом случае сторона А равна 10 см, угол бета равен 20 градусов. угол ГАМА равен 85 градусов. Найти. Угол α неизвестен. Сторона В неизвестна. Сторона С неизвестна. Во втором случае нам известно. Сторона В равна 16 сантиметров. Угол α равен 40 градусов, угол бета равен 110 градусов. Во втором случае нужно найти сторону А, сторону С и угол гаммы. Для решения данной задачи нам необходима теорема синусов. Соотношение стороны треугольника на синус против лежащей длине угла будут равны между собой. А именно, сторона А так относится к синусу против лежащей длине угла, как сторона В, деленная на синус против лежащей длине угла. И все это равняется стороне С, деленной на синус угла гаммы, синус против лежащей длине угла. И все это равняется двум радиусам описанной окружности вокруг данного треугольника. Теорему синусов необходимо знать. Для начала мы рассмотрим первый случай и воспользуемся свойством треугольника. Сумма углов треугольника равна 180 градусов. Тогда у нас получается угол альфа плюс угол бета плюс угол гамма сумме дает 180 градусов. Выразим отсюда неизвестный для нас угол. Угол альфа. Угол альфа будет равен 180 градусов минус угол бета минус угол гамма. Подставим сюда наше значение. Тогда угол альфа будет равен 180 градусов минус 20 градусов и минус гамма 85 градусов. Посчитав, мы получим, что угол альфа равен 75 градусам. Теперь напишем теорему синусов для нашего треугольника. Сторона В так относится к синусу, противлежащей длине угла на синус угла бета, как сторона А, деленную на синус, противлежащий длине угла на синус угла альфа. Все это равняется стороне С, деленной на синус, противлежащий длине угла на синус угла гамма. Рассмотрим первое равенство и выразим оттуда сторону b. Тогда из первого равенства у нас получается, что сторона b будет равна сторона а умножить на синус угла бета, знаменатель синус угла альфа. Подставим сюда наше значение. Подставив, мы получаем, что сторона b будет равна сторона а это 10 сантиметров. Все это умножаем на синус угла бета, бета по условию 20 градусов, знаменатель синус угла альфа, то есть синус 75 градусов раннего угла альфа мы нашли. Посчитав, мы получим 3,5 сантиметра. Рассмотрим второе равенство. Со второго равенства мы выразим другую сторону, последнюю, сторону c. Сторона c будет равняться сторона а умножить на синус угла гамма, знаменатель синус угла альфа. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается, что сторона c будет равна а это 10 сантиметров, все это умножаем на синус угла гамма, угол гамма это 85 градусов, знаменатель синус угла альфа. Угол альфа мы нашли, это 75 градусов. Посчитав, мы получаем 10,3 сантиметра. Запишем ответ для первой части. Угол альфа равен 75 градусам. Сторона b равна 3,5 сантиметра. И сторона c равна 10,3 сантиметра. Перейдем ко второй части. По второй части мы будем двигаться той же стратегии. Для начала мы найдем неизвестный угол. Для этого воспользуемся свойством осуни углов треугольников. Угол альфа плюс угол бета плюс угол гамма сумме дает 180 градусов. Выразим отсюда неизвестный угол гамма. Угол гамма будет равен 180 градусов минус альфа минус бета. Подставим туда наше значение. Тогда угол гамма будет равен 180 градусов минус угол альфа. Угол альфа равен по условию 40 градусов. И минус угол бета это 110 градусов. Посчитав, мы получим, что угол гамма будет рен 30 градусам. Для второй части нам также понадобится теорема синуса. Напишем ее. Соотношение стороны А на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла альфа будет равняться соотношение стороны B на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла бета. И все это равняется с третьей стороны на синус, противлежащий для нее угла. Сторона С на синус угла гамма. Рассмотрим первое соотношение и выразим оттуда сторону А. Тогда из первого выражения мы получаем, что сторона А будет равна сторона В умножить на синус угла альфа. Знаменатель синус угла бета. Подставим сюда наше значение. Сторона В по условию равна 16 сантиметрам. Угол альфа 40. Получается синус 40. Знаменатель синус угла бета. Угол бета по условию равен 110 градусов. Посчитав, мы получим 10,9 сантиметра. Рассмотрим второе равенство. Со второго равенства мы найдем сторону С. Сторона С будет равна сторона В умножить на синус угла гамма. Знаменатель синус угла бета. Подставим сюда наше значение. Сторона В 16 сантиметров. Умножить на синус угла гамма. Угол гамма равен 30 градусов. Знаменатель синус угла бета. Синус 110. Посчитав, мы получим 8,5 сантиметра. Запишем ответ. Угол гамма равен 30 градусов. Сторона А равна 10,9 сантиметра. И сторона С равна 8,5 сантиметра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Субтитры создавал DimaTorzok.